МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это мобильный репортер. В студии Алсуя Купова. И в этом выпуске самые сочные обсуждаемые видеоролики из социальных сетей. В Лениногорске задержали курьера, похитившего у двух пенсионерок более 200 тысяч рублей. Жилые женщины обратились в полицию и рассказали, что пытались помочь своим родственникам, которые якобы оказались в беде. В 82-летней пенсионерке на домашней позвонила девушка, которая представилась ее внучкой. Мошенница сообщила, что стала виновницей аварии с пострадавшими. А далее разговор с женщиной продолжил мужчина. Он представился правоохранителем и заявил, что для решения этой проблемы нужны 800 тысяч рублей. У пенсионерки в наличии было только 116 тысяч, но даже эта сумма мошенников устроила. Деньги просили передать через курьера. Через пару часов после звонка прибыл мужчина и взял приготовленные пенсионеркой деньги. На следующий день также была обманута еще одна 81-летняя жительница Лениногорска. Пострадавшая лишилась уже 100 тысяч рублей. Мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело. Первоклассник попал под колеса газели в Нурлате. Мальчик переходил дорогу по зебре. Как назло, его угораздило резко побежать вперед, а газелисту в этот момент ускорится. В итоге школьника увезли в больницу. Особенно внимательными водителям предстоит быть сейчас, в период летних каникул. Но и родителям важно напомнить маленьким пешеходам об осторожности и правилах дорожного движения. В Казанском частном детском саду камеры совершенно случайно зафиксировали момент жестокого обращения с ребенком. После того, как об этом стало известно, родители детей решили не молчать и высказать свое мнение о методах воспитания. На кадрах видно, как воспитатель во время занятий бьет ребенка по лицу за то, что тот случайно закашлялся. По словам родителей, воспитательница им объяснила, что просто разозлилась на девочку, поскольку та своим кашлем нарушила идиллию занятия, которое снималось на видео. После этого, не усмотрев поступки ничего плохого, выложила видео в общий чат. Родители рассказывают, что их дети часто приходят домой с синяками и ссадинами. По данному факту, прокуратура начала проверку. В Стерлитамаке водитель иномарки на скорости врезался в жилой дом и погиб. В ГИБДД предположили, что автомобилисту могло стать плохо за рулем. Ведомство опубликовало видео с моментом столкновения. Лексусом управлял 41-летний местный житель. В дорожной полиции отметили, что тормозного пути у автомобиля не было. Это может говорить о том, что мужчине стало плохо за рулем. Точную причину смерти установит суд медэкспертиза. Утка отложила яйца в клумбе Московского музея-заповедника Царицына. Целый месяц мама утка высижила их, а на днях вылопились утята. И это их первые шаги в этом мире. Специалисты пишут, что уток сложно считать хорошими матерями, поскольку очень часто они подкидывают яйца другим самкам. Из чего можно сделать вывод, что дикая утка довольно хитрая. Утят выращивает другая утка. На этом все. Это были самые популярные видеоролики с просторов интернета. До встречи на канале Татарстан-24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова